Выход из украинского кризиса ищут в Минске, где проводят очередное заседание контактная группа. На первом плане вопросы конституционной реформы на Украине, местных выборов и особого статуса Донбасса. Представители ДНР подготовили компромиссный вариант поправок в украинскую конституцию, который, по словам авторов, дает реальные гарантии особого статуса Донбасса и политических прав его граждан. В Донецке констатируют, что предложенные Киевом поправки не выдерживают критики. Они не были согласованы с Донбассом, а редакция не соответствует Минским соглашениям. Поправки не на 10 статей должны распространяться, а уже на одну статью, на статью 133. Все исходя из комплекса мер и ни в коей степени не противоречия ему, а также исходя из рекомендаций Венецианской комиссии, которая также рекомендовала закрепить особый статус в статье 133, непосредственно в самом теле конституции, но никак не в переходных положениях. Россию в контактной группе представляет Борис Грызлов. По его словам, Москва в переговорах придерживается тезиса, что голосование по украинской конституции должно быть увязано с принятием поправок об особом статусе Донбасса на постоянной основе. Редакция этих поправок обязательно должна быть согласована в контактной группе. При этом необходимо юридически проконтролировать, чтобы пункт об особом статусе ссылался на конкретный закон и положения, обновленные с участием контактной группы. И в итоге эта формула должна быть закреплена в конституции Украины. Также надо юридически закрепить пункт о том, чтобы полномочия тех, кто победит на выборах в Донбассе, не истекли в 2017 году, как это предусмотрено конституционной реформой Киева.